Страстный человек Страстный человек Он уже думает, блин, я такой несчастный, постоянно для этой скотины живу. То есть он вроде бы любимым был, а теперь уже скотина становится. Почему? Потому что он как бы пользуется, он такой наглеет потихоньку, становится таким монстром в семье. То есть он себе больше позволяет, чем близкий человек может себе позволить. Почему? Потому что он дает любовь, он основа любви, понимаете? Это может быть или женщина, или мужчина. Если мужчина таким становится монстром, то в результате женщина чувствует себя как рабыня из аура. То есть она бегает, я не знаю, рабыня, то есть она бегает, прыгает перед ним на задних лапках и постоянно недовольна. Она чувствует в конце концов, что ее эксплуатируют в отношениях, эксплуатируют. Теперь, если женщина становится таким человеком, центром внимания в семье, в страстной семье, центром внимания женщина становится, что происходит тогда? Тогда она пренебрегает мужем, она такая как бы, ну типа, она становится независимой от него такая. Ну что хочешь, то и делай, мне все равно. Как хочешь, так и живи. И она как бы ведь свои права качает в семье, как хочешь, живет. Она по факту не так сильно выполняет свои обязанности, потому что я на самом деле, ты мне в подметке не годишься. Понимаете, так она думает в сердце. Ну не то, что я немножко утрирую, но вот в каждой семье в страстной такие отношения. И поэтому есть два обиженных. Один обижен, что мне не додают, я такой крутой здесь, как бы, мне не додают. А мне положено больше, чем вот это вот, я ее замуж взял, так типа, она недостойна меня. А второй обиженный, это тот, кто вот чувствует себя униженным. То есть два человека считают, что им положено в первую очередь счастье, оба так считают. Просто один перетянул на себя счастье больше, чем другой. Всегда кто-то побеждает в таких отношениях. Причем интересно знать, что если они прожили долго вместе, то у них произошел кризис, у страстных людей проступает кризис, во время которого или они расходятся, то есть страстные люди не могут просто так жить вместе. Вот этот вот эгоизм, он всегда воюет. Невидимая война у страстных людей в семье ведет, постоянно идет.